МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, впервые День Победы встречаем со слезами на глазах и с маской на лице. В Республике Бурятия осталось 117 ветеранов Великой Отечественной, но сегодня режим самоизоляции, и все они не смогут присутствовать на празднике, на Дне Победы. Поздравят их сегодня в телефонном режиме, все они примут поздравления, поздравлять их будут целый день, а сегодня сюда, к мемориалу Победы, приедут первые лица, возложат венки, развернут Знамя Победы, и весь день ветеранов будут поздравлять онлайн. Кто-то онлайн, а некоторых улан-уденцев режим самоизоляции сегодня дома не удержал. Мы пришли поклониться своим дедушкам, привезли детей поклониться. Они с маленького у нас ходят в бессмертном полку, ходят на Парад Победы. Чтим, гордимся, благодарим. Расскажи, пожалуйста, то, что ты дедушке рассказываешь. Маленькая. Я к тебе на майский. Я к тебе на майский приеду, сяду на скамейку и скажу. Здравствуй, дед, спасибо за победу, за меня, за нас, за тишину. Мы все пережим самоизоляции, тем не менее, вы взяли таблички и пошли. Хотя вроде бы было пожелание такое оставаться дома. Мы поехали на кладбище вообще поклониться дедушкам, ну и заехали к вечному огню. Пока рано, пока народу нет. А в целом вообще ограничительные мероприятия повлияли на праздничные настроения? Ну, конечно, повлияли. По-другому праздник хотелось бы справить. Как? Хотелось бы пройти в бессмертном полку, Парад Победы, дети, чтобы посмотрели все мероприятия, праздничные концерты и так далее. Ну, что сделаешь? Соблюдаем. Вот буквально сегодня с утра, когда мы начали свой праздник в городе, с Парада Духовых Оркестров, я хочу сказать, что наши жители, они с пониманием отнеслись. Когда сегодня по главным улицам города шел Духовой Оркестр военный и муниципальный, люди махали с балконов, конечно, им хотелось пойти, но все прекрасно понимают о том, что режим самоизоляции он нес в коррективы. Мы всегда знаем с вами, что на Мемориале Победы всегда было много ветеранов, и сегодня для них это тоже своего рода испытание, потому что им хочется быть, возложить цветы, венки, но, к сожалению, они этого не могут делать. И поэтому мы как можно больше запустили роликов с прошлогодними мероприятиями, и Бессмертный полк, и возложения, и концерты, чтобы наши ветераны действительно и жители видели, как это было в прошлом году, и вспоминали, и были вместе с нами в этот день. День Победы – праздник, конечно, большой, великий, но в любом случае мы на данный момент занимаемся волонтерством. Наши организации в последние крайние дни все время выезжали к нашим ветеранам, также помогаем детям, работаем с ОНФ и Добродомом, развозим продукты питания, помогаем семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. На данный момент мы будем разворачивать копии знамени Победы, которые были нам переданы на вечное хранение в московском отделении боевого образства, и мы не могли на данный момент не принять участие здесь. И личный состав боевого образства, тот, который будет здесь участвовать, и те бойцы, которые будут участвовать в районных организациях, они будут все на местах. И пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить всех жителей Республики Бурятия с праздником, пожелать самого главного здоровья и чистого мирного неба над головой. Режим самоизоляции, ветераны сидят дома, но вот каково это встречать вот такой великий праздник в таком режиме, на ваш взгляд? Есть все-таки какое-то немножко расстройство, или русский народ все переживет? Русский народ, конечно, все переживет, но, скажем так, судя даже по моим родственникам, ветеранам, очень расстроены, что воочию не увидят всех действий и прочие концерты, шествия, аппараты. Сегодня для них специально работаем мы, журналисты, поэтому, я думаю, они все увидят. Ваше пожелание сегодня ветеранам, их 118 по всей республике. Прежде всего крепкого здоровья, чтобы они жили еще очень долго, чтобы они посмотрели еще очень много парадов и много раз отпраздновали этот праздник. Могучая Россия, Родина моя, нет никого на свете, кто мог сломить тебя. Погибли наши деды, отцы и сыновья, участвуя в сражениях, чтобы жил спокойно я. Читал я только в книгах, как русская земля вздыхала и стонала от пули и огня. Мы не видали этого, нам это не понять, как над погибшим сыном в слезах рыдала мать. Ее мне стало жалко, и книгу я закрыл. Представить всю картину мне не хватало сил. Прислали похоронки многим матерям. Земля пусть будет пухом и храбрым сыновьям. Русские солдаты, вы Родину сыны, вы голову сложили, чтоб не было войны. Пока мы только дети, но сердце говорит, что защищать отчизну нам тоже предстоит. Конечно, режим самоизоляции внес свои коррективы в празднование Дня Победы. Сегодня мы видим около Мемориала Победы людей не так много. Все в масках, практически соблюдают дистанцию. Пока у Лану-Денца успевают фотографироваться около памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, ждем власти. Сейчас, прямо сейчас будет процедура возложения венков, а далее развернут Знамя Победы. Минута молчания и, пожалуй, самая проникновенная часть праздника – возложение венков погибшим воинам. Праздник Праздник О том великом празднике... Пусть это раз в год, но это наш праздник законный. И, мне кажется, в каждой семье все равно не важно – на улице, на параде, дома – праздничное настроение есть. С утра включен телевизор, с утра по телевизору будут парады. И в каждом доме такой торжественный приподнятый настрой. Поэтому я уверен, что праздник в душе, праздник с нами. И что бы ни было, праздник с нами останется. И мы его сегодня проведем, отметим, еще раз вспомним наших героев. У нас в республике много героев. 120 тысяч человек ушло на фронт, 43 героя Советского Союза и героев России, уже после получившей поднятым архивным документам. У нас 12 кавалеров Ордена Славы, полных кавалеров Ордена Славы. У нас очень много заслуженных людей. Сегодня идет акция «Бессмертный полк онлайн». У нас на сайте «Горлость Бурятии», на сайтах телеканала, просто на страничках людей выставлены фотографии истории их родных и близких, которые прошли через войну, с их историей, с их заслугами. И, конечно, это такой всплеск внимания, который нужен, чтобы наши дети видели. Потому что сейчас немножко другое отношение у детей к истории. Мне кажется, для нас война ближе, чем для наших детей. Для наших детей она немножко по-другому воспринимается. Потому что это другой кинематограф, другая информация, другие интересы. И поэтому хотя бы раз в год нужно напомнить нашему молодому поколению, чтобы они еще раз вспомнили, как достигалась победа, как мы пришли к этой жизни сегодня, свободной, независимой, самой большой страны в мире, великой России. Поэтому надо, чтобы все помнили, а чтобы праздник был всегда с нами. Я слушаю. Подожди, как ты с нами. Дорогие ветераны и труженики тыла, дорогие улан-уденцы, от имени администрации города Улан-Удэ и от себя лично поздравляю вас с самым светлым, самым главным праздником нашей страны, 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в нашем городе проживает 117 участников войны и 2159 тружеников тыла. И я с глубоким почтением обращаюсь к вам, дорогие наши ветераны. Для нас большая честь жить вместе с вами в одно время, иметь возможность говорить с вами, слушать вас. Желаю вам самого лучшего, чтобы вы жили долго-долго и были здоровы, чтобы вас всегда окружало тепло и забота родных. Мира и добра нам всем. С праздником! С Днем Победы! Во-первых, хотелось бы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, с такой великой датой, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Спасибо за победу. Мы воспитаны на ваших традициях и можем заверить, что современные вооруженные силы дадут отпор любому противнику. Настроение в соединении в частях Гурятского территориального гарнизона боевое. Парад мы обязательно проведем. Мы к нему готовы. Идет плановая боевая подготовка. Спасибо. Всех с праздником. Новых побед! Все еще ждут салют в 22 часа. Военные уже репетиция была. Обязательно. Сейчас в 11 часов будет пролет авиации поздравления жителей Улан-Удэ и Бурятии. И в 22 часа, как положено, 30-залтный салют артиллерийских подразделений нашей армии в честь Великой Победы. А в ожидании вечернего салюта днем улан-уденцев в небе удивляли самолеты Су-30. Четыре экипажа под управлением ветеранов боевых действий Сирии представили шоу в честь 75-летия Великой Победы. От имени депутатов Республиканского парламента от себя лично поздравляю наших дорогих участников Великой Отечественной войны, трожеников ТЭЛа, детей войны, все население Республики Бурятия со знаменательной датой для нашего народа, для нашей страны, с 75-летием, с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня самый великий праздник в нашей стране. И мы отмечаем День Победы, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И в этот день мы сегодня собрались, чтобы почти слабить наших ветеранов-фронтовиков, участников войны. Предназначен для уничтожения воздушных сил и ночью, контроля воздушного пространства, а также для ведения воздушной обедки и уничтожения надежных целей и морских объектов. Я добавлю, что телекомпания ТВКОМ сегодня весь день будет знакомить вас с основными событиями, которые происходят в нашем городе в честь Дня Победы. Итак, первый выпуск в 12 часов, в следующий эфир в 16 часов и в 21 час. Все подробно расскажем вам. А в 22 часа для всех горожан мы покажем военный салют, который будет на острове Богородском. Поэтому смотрите ТВКОМ. А это была Мария Латушева, Сергей Медведев, Новости дня. Я даже проститься с тобой не мог, тут ранний юзкий час. Война налетела на нас грозой, война разлучила нас. Подготовка к Дню Победы, пусть и дома, в семье Павловых началась почти неделю назад. Взрослые и дети загорелись идеей украсить окна. В ход пошли цветные бумажные трафареты основных символов войны. Гвоздики, георгиевские ленточки, белые журавли. Эти белые журавли, про них даже песня и стихи сочинены. То, что солдаты, когда погибали, умирали, они не говорили, что они просто помирали или умирали. Они просто превращались в белых журавлей, которые мы их наблюдаем в небесах. Вот так я считаю. Образно. Образно, да, говоря. К празднику в семье относятся трепетно. У Павловых, как, наверное, у всех, есть свои герои. Прадед Оли и Димы Владимир Федорович Селезнев, участник Великой Отечественной, воевал в Японии. Его портрет также украсит окна в этот день. 9 мая мы с шарами красиво оденемся, выйдем на балкон. Обязательно будем включать песни военных лет, исполнять эти песни. И чтобы люди, проходя мимо окон, видели, что в этом доме почитают этот праздник и присоединились ко всем нашим акциям, которые проходят в эти дни. Усердно и также дружно свои окна победы под всем знакомые мелодии украшали и в семье Ординарцевых. Самые младшие ее члены готовили ветеранам открытки, рисовали картины и вырезали танки и вечный огонь. В этом году мы рассказали нашим деткам про нашего прадедушку. Это прадедушка мужа Меншиков Осип Сергеевич. Он прошел войну, он дошел до Берлина. Много он не рассказывал, когда к нему обращались, спрашивали про войну, про действия, все, что происходило. Он говорит, дорогие дети, лучше вам этого не знать. Чтобы такого не знать, нужно помнить. Поэтому взрослые рассказывают малышам, почему началась война, как проходили сражения, про подвиги на передовой и в тылу. И кажется, они прекрасно понимают. Если бы не мой дед, не его победы свет, то покой мы знали мы страну, мы ве не знали. Если бы не мой дед, не его мечты и свет, мы с тобой под солнцем этих лет даже не мечтали. К акции «Окна Победы» присоединились сотни улануденских семей во всех районах города. Балконы украсили десятки героев бессмертного полка. Пусть спустя 75 лет и в изоляции, но мы помним и гордимся. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Вячеслав Батоев. Новости дня. В разное время в этом доме проживало 111 ветеранов. Некоторые из них участвовали в битве под Москвой, в прорыве блокады Ленинграда, в Курской битве. Но многие были участниками Восточного фронта. Живут ветераны в этом доме с 1989 года. Его построили специально для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Здесь было организовано круглосуточное медико-социальное сопровождение и передвижная библиотека. Также для ветеранов проводят различные мероприятия. Все, чтобы создать необходимые условия для тех, кто прошел страшное время войны. Дом наш очень дружный. Мы вот всем домом разбили здесь скверики, садим клумбы, постоянно обновляются, цветы поливаем. В общем, все делаем, чтобы дом был благоустроенный. Именно по инициативе Совета ветеранов дома в прошлом году было принято решение к 75-летию Победы установить мемориальную доску с именами тех, кто сражался за наше мирное небо. Советом ветеранов была проделана большая работа, чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не был забыт. От героев былых времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Наша память – это наши дела в настоящем. И вот открывая памятники, мемориалы, мемориальные доски, мы как раз таки отдаем дань уважения нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, те, кто принимал участие в кровавых боях. И мы отдаем дань памяти нашим землякам, жителям нашего города, которые сделали все, чтобы мы могли спокойно сегодня жить в нашем городе и расти детей под мирным небом. С большим уважением мы относимся к памяти наших героев. К сожалению, из этих 111 героев сегодня в этом доме живет лишь один ветеран Великой Отечественной войны. Валерия Каратуева, Вячеслав Батуев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин